Добрый день, уважаемые коллеги, участники международной эстафеты. Вас приветствует муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия номер 26 города Томска. С сентября 2016 года наша гимназия является базовой площадкой межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире». За годы работы в партнерстве нами накоплен богатый опыт работы по интеграции идей устойчивого развития в образовательную деятельность. Одна из целей устойчивого развития – обеспечение качественного образования для всех, а это значит осознанное овладение обучающимися составляющими человеческой культуры, социальным опытом, новейшими фундаментальными знаниями, а также способность использовать освоенное содержание образования для решения практических задач. Особое место занимает здесь экологизация образования, интеграции проблем устойчивого развития в урочную, в неурочную, в неклассную и проектно-исследовательскую деятельность обучающихся. Сегодня в рамках международной эстафеты вы будете иметь возможность ознакомиться с опытом работы учителей нашей гимназии, которая расскажет вам о том, как и с помощью чего на уроках и во внеурочной деятельности формируется не только представление учащихся о природе, людях, результатах их труда, изучаются не только сами объекты окружающего мира, а отношения между ними, между объектами природы, между природой и обществом, о возможностях проектно-исследовательской и вне-классной деятельности реализации целей устойчивого развития. Уважаемые коллеги, представляем опыт работы, направленный на понимание смысла зелёных аксиом и обеспечение качества знаний младших школьников. Основная функция зелёных аксиом – это смысловая шивка, как называет её Дзитковская Елена Николаевна, содержание разных учебных предметов в интересах устойчивого развития. В основе содержания образования устойчивого развития «Законы взаимодействия общества и природы». Их изучение в школе не предусмотрено на отдельном предмете, хотя больше всего таких вопросов рассматривается на уроках окружающего мира и литературного чтения. Учитель, какой бы это предмет ни был, не добавляет дополнительный учебный материал в учебный предмет, а придаёт уже имеющемуся учебному материалу новые значения и значимость, которые отражают смысл образования устойчивого развития. То есть зелёные аксиомы – это средства выявления идей устойчивого развития в содержании любых учебных предметов. Это значит, что на уроках, на которых формируется представление учащихся о природе, людях, результатах их труда, изучаем не сами объекты окружающего мира, а отношения между ними, между объектами природы, между природой и обществом. Неслучайно ЮНЕСКО даёт рекомендации по развитию образования устойчивого развития не вширь, а вглубь. То есть на уроке важен не объём полученных знаний, а сформированность тех умений, которые дети могут применить в жизни. Достижению этой цели служат задания на социальную ориентировку, моделирование проблемных жизненных ситуаций, учебные опыты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, просмотр и анализ мультфильмов, создание проектов. Глядя на слайд, мы понимаем, что всё это мы делали и делаем сейчас независимо от зелёных акционов. В чём же отличие? Сейчас всё это должно рассматриваться учителем и учениками с точки зрения об устойчивом развитии. Например, в одном из электронных учебников литературного чтения есть задание к мультфильму «Консервная банка». Естественно, сюжет мультфильма анализируем с точки зрения экологической зоркости. Что это такое? Экологическая зоркость – это умение понимать наказы, наставления и подсказки народной мудрости о том, как жить в гармонии с природой. Так называемое воспитание без назидания. В этом мультфильме мальчик привязал консервную банку к лапке своего котика и заснул. А во сне котик превращается то в тигра, то в ворону и гонится за мальчиком. В итоге он привязывает мальчику консервную банку к ноге. Просыпается мальчик другим человеком. Учитель строит беседу по содержанию мультфильма. И, наверное, главным и важным является вопрос – какой жизненный урок для себя вы вынесли из этой истории? В нашей образовательной организации в рамках методического объединения учителей начальных классов была создана проблемно-творческая группа, для которой было определено техническое задание. В целях реализации экологического образования для устойчивого развития разработано в итоге клише для заданий – задание на имеющемся в предмете учебном материале по различным учебно-методическим комплектам. Создан банк заданий. Клише для заданий включает умения предметные, умения, формируемые в результате образования устойчивого развития, развития, зелёная аксиома, текст, то есть источник, направления и вопросы. Какие же умения мы формируем в результате образования устойчивого развития? Умения подчиняться разным правилам и социальным нормам. Есть правила природы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Учитывать интересы и чувства других, умение работать в команде. Соблюдать правила безопасного поведения, правила естественности или мягкого управления природой. Любое вмешательство в природу должно производиться с точным расчётом и предвидением возможных последствий на десятилетия вперёд. Причинно-следственные связи – всё друг с другом связано. Ребёнок способен к принятию собственных решений, значит, у него сформированы предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы. Умение видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль и предназначение в окружающем мире. Необходимо отметить, что для наиболее продуктивного понимания следует комплексно отработать материал на примере одной аксиомы, затем другой и так далее. Мы предлагаем вам рассмотреть задания, которые, на наш взгляд, направлены на понимание такой аксиомы, как «выжить на планете» – значит, сохранить её биоразнообразие и научиться у природы саморегуляции. предмет «Математика», третий класс, тема «Решение задач». Каковы же предметные умения, формируемые? Устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи. Умения, формируемые в результате образования устойчивого развития. Ценностно-смысловые установки – видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль и предназначение в окружающем мире. Зелёная аксиома – «выжить на планете» – значит, сохранить её биоразнообразие и научиться у природы саморегуляции. Текст задачи перед вами на слайде. Вопросы, которые мы задаём, и те, которые направлены на понимание аксиомы и формирование ценностно-смыслового отношения. С какой целью организуют питомники? Какую роль в жизни человека играют деревья? Что произойдёт, если человек будет бесконтрольно вырубать леса? Кто должен и может контролировать вырубку леса? И, пожалуй, один из важных вопросов – что ты можешь сделать для того, чтобы расходовать деревьев как можно меньше на производство бумаги? Следующее задание, на наш взгляд, направлено на понимание такой аксиомы, как считать и экономить ресурсы, искать смысл жизни не в потребительстве. Каковы же предметные умения, формируемые? Анализировать результаты наблюдений, делать выводы о значении воды, определять характер взаимоотношений человека и природы. Какие же умения формируются в результате образования устойчивого развития? Соблюдать правила безопасного поведения, правила естественности или мягкого управления природой. Любое вмешательство в природу должно производиться с точным расчётом и предвидением возможных последствий на десятилетия вперёд. Зелёный аксиома – считать и экономить ресурсы, искать смыслы жизни не в потребительстве. Текст дан в учебнике, и данные вопросы и задания направлены на понимание содержания аксиомы и формирование ценностно-смыслового отношения. Что могли рассказать о значении воды повар, художник, шофёр, ликушка, подсолнечник? Что можешь рассказать о воде ты? Как вы используете воду дома, в быту? Что ты знаешь о значении воды на земле? И один из важных, на наш взгляд, вопросов – как ты поступишь, если из трубы во дворе бежит вода? Каждый должен понимать, что обыкновенная чистая вода – это богатство, которое ничем не заменишь. И предлагается детям составить правила использования воды в быту. Опыт работы в данном направлении наших коллег был представлен на экологических чтениях и на мероприятия «Самый большой урок в мире». И наше главное, одно из главных достижений – это то, что создан банк заданий, направленных на понимание смысла зелёных аксиом. Такая целенаправленная работа эффективно сказывается на положительной динамике формирования предметных и метапредметных результатов, на повышение качества знаний обучающихся. Любоваться красотой – это лишь первые побеги доброго чувства, которые нужно развивать, превращая в активное влечение к деятельности. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги! Получение качественного образования не только закладывает основу для улучшения социально-экономических условий жизни, но и способствует формированию и воспитанию личности. Изучение региональной литературы содержит неисчерпаемый ресурс личностного развития разных категорий обучающихся, является важным условием формирования высоконравственной, интеллектуально-духовной, творческой личности. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями родного края разных времен и народов, их обсуждения, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных поколениями, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Длительная изоляция от некоторых периодов прошлого, от культурного наследия предков создали особую ситуацию, когда необходимо знакомить обучающихся не только с традициями народов, проживающих рядом, но и с культурой собственного этноса. Второй год в нашей гимназии реализуется учебный курс «Литературное наследие Сибири» в основе изучения краеведческого материала литературного наследия писателей в процессе их творческой деятельности. Различные формы работы с региональными текстами способствуют популяризации духовного наследия писателей и поэтов города Томска и позволяют организовать тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса, обучающихся, педагогов, родителей. Знакомство с литературой родного края, внимание к эмоциональному восприятию текста, раздумья над поставленными авторами проблемами – все это возможно при грамотной организации воспитательной и образовательной деятельности через разные формы взаимодействия с обучающимися. Постижение произведений, глубинное открытие происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на обучение и воспитание неравнодушного читателя, для которого уважительное отношение к культурному и духовному наследию родного края становится нормой. Перед вами модель организации работы по изучению литературного наследия Сибири. Во главе – учебный курс «Литературное наследие Сибири», который реализуется на учебных занятиях. Работа по изучению литературы родного края продолжается во внеурочной и вне классной деятельности. Различные формы работы позволяют активно взаимодействовать со всеми обучающимися, в том числе и с ребятами с низкой мотивацией в учебной деятельности. Литературное наследие писателей и поэтов Сибири, музейные уроки, творческие встречи, конференции, лектории позволяют организовать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, являются главным источником для создания масштабных, долгосрочных, востребованных проектов краеведческой и социальной направленности. На фото внеаудиторные занятия, экскурсия в литературный музей, музейные уроки с Сергеем Заплавным, Геннадием Скорлыгиным, Татьяной Мико. Встречи, как говорят дети, с живыми писателями формируют особое отношение к литературе родного края как к способу познания жизни. Во время диалога с писателем приходит осознание значимости чтения и изучение литературы родного края для своего дальнейшего развития. Диалог писатель-обучающийся находит свое продолжение во внеклассной деятельности, переходя на новый уровень – ученик, ученику, родителю, педагогу. И теперь нет обучающихся с низкой мотивацией, потому что после встреч с писателями, поэтами, после погружения в текст все знают больше, чем другие. И этим можно поделиться со школьниками и взрослыми. Ребята проводят творческие лаборатории, интерактивные занятия с обучающимися, в том числе и других учреждений. На фотографии дети проводят занятия по творчеству Халфиной с курсантами Томского кадетского корпуса. Они инициируют фестивали художественного чтения, «Литературные праздники». А началась системная работа с участия в муниципальном проекте «Знай наших, читай наших». Затем последовал региональный проект «Литературное краеведение» и школьный «Томск-Литературный». Организация дополнительной развивающей среды, сочетающей продуктивные виды деятельности, неформальную обстановку, помогла каждому найти свою сферу интересов. Открытие нового имени происходит поэтапно. Занятия в рамках курса «Литературное наследие Сибири», изучение материалов биографии, организация чтения произведений писателей и поэтов Сибири, осмысление прочитанных текстов, создание творческих работ. Затем литературные уроки в Доме искусств, экскурсии, встречи с писателями и поэтами. Заседание литературного клуба, на которых обсуждаются прочитанные произведения, организации проведения дискуссий, читательских конференций. Творческие лаборатории по проектной и исследовательской деятельности, создание исследовательских работ, проектов, коллективных, индивидуальных, публичная презентация творческих работ, участие в научно-практических конференциях, чтениях, организация лектория, интерактивных занятий с обучающимися гимназии, других образовательных учреждений, подготовка интеллектуальных игр, праздников по литературному краеведению. Работа по литературному краеведению увлекает обучающихся, приобщает к миру многообразных идей и представлений, выработанных поколениями, приводит к глубинной исследовательской работе, к созданию масштабных коллективных проектов. Перед вами титульные листы ряда проектов. Литературное наследие Томска, писатели и поэты. Сергей Алексеевич Заплавный, писатель, поэт, публицист, общественный деятель. «Я спасался тем, что я живу» Сергея Заплавный, из летописей восходя, рассказы о Томске Сергея Заплавного. Томские поэты, тринадцать с половиной талантов Марии Леонтьевны Халфиной, трудная дорога к счастью по повести Халфиной мачеха, сказочный мир Татьяны Мейко, Пушкин и Томск, Чехов и Томск и другие. Изучение литературного наследия родного края помогает формировать человека, способного передавать от поколения к поколению нравственные и эстетические традиции родного края, осознавать значимость чтения и изучения литературных произведений для своего дальнейшего развития, воспринимать литературное наследие родного края как одно из основных культурных ценностей народа, отражающий его менталитет, историю, осознавать свою ответственность за сохранение культурного и духовного наследия, а значит, способствует достижению четвертой цели в области устойчивого развития, обеспечения качественного образования и воспитания для всех. «Спасибо, коллеги, за внимание». Интерактивная квест-игра «Томск. Центр притяжения» или «Зеленые аксиомы во внеурочной деятельности». Наша гимназия участвует в пилотном проекте межрегионального сетевого партнерства «Очимся жить устойчиво в глобальном мире». Наше методическое объединение иностранных языков активно принимает участие по реализации этого проекта. Совместно с педагогами иностранных языков был разработан авторский интерактивный квест-игра «Томск. Центр притяжения», где мы наглядно представили внеурочную работу по «Зеленым аксиомам». В квесте-игре мы представили такое новое направление, как экологическое краеведение на уроках иностранного языка, востребованное нынешним критическим состоянием окружающей среды. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие личности, способной и желающей участвовать в разговоре на изучаемом языке, уметь обмениваться информацией. Краеведческий материал приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту учащихся и позволяет им оперировать в учебной беседе сведениями и фактами своей жизни, также способствует формированию и закреплению у них навыков общения на изучаемом языке. Краеведческий материал является средством обучения и воспитания. Учащиеся рассказывают желания, когда знают, о чем говорят и о том, что им дорого. На уроках иностранного языка мы с коллегами используем следующие принципы материала. Например, принцип междисциплинарности, согласно которому использование краеведческих материалов подразумевает связь с другими предметами школьной программы. Например, природоведение, история. Принцип толерантности, предполагающий развитие у учащихся способности понимать и принимать другие культуры. Принцип когнитивности, предполагающий познание учащимися в процессе обучения с помощью краеведческого материала новых сведений, нового знания. Информация должна быть обработана с учетом содержания образования на той или иной ступени обучения иностранному языку. Особо кропотливой работы требуют краеведческие тексты на иностранном языке. Работа с краеведческим материалом может быть как частью, так этапом урока или же отдельным уроком. Она предусматривает разнообразные типы занятий, самостоятельную работу с книгой, экскурсии, проектную деятельность, беседы и встречи с интересными людьми, выступления с сообщениями, докладами на уроках. Региональный компонент на уроке пробуждает у учащихся познавательный интерес к родному краю. Бесспорно, региональный компонент не может заменить собой другие средства обучения иностранному языку. Но разные игры, кроссворды с использованием краеведческого материала помогают внести разнообразие в уроки. Поэтому в нашей гимназии мы проводим авторский интерактивный квест-игру. Томск – центр притяжения для учащихся 9-11 классов на английском языке, для своих обучающихся, а также для учеников города Томска и Томской области. Наш квест стал уже традиционным. Цель квеста – развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников на уроках и во внеурочной деятельности по краеведению, развитие умения самостоятельно анализировать краеведческий материал и применять языковые знания в нестандартных условиях, выявление и поддержка одаренных учащихся. Задача квеста – это мотивация школьников к развитию внутреннего туризма, формирование положительного общественного мнения по отношению к особо охраняемым природным территориям, пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние, пропаганда здорового образа жизни, развитие творческих способностей обучающихся, изучающих иностранный язык, а также мотивация учителей к освоению эффективных технологий в обучении иностранному языку, передача инновационного опыта, направленного на повышение качества школьного иноязычного образования. Интерактивный квест ТОМС «Центр притяжения» – современная интерактивная технология в образовании, реальная приключенческая игра на определенном историкокультурном объекте, где участники квеста самостоятельно изучают объекты культурного наследия в игровой и интересной форме. Участники квеста оказываются в ситуации, в которой перед ними стоит общая задача. Каждый из участников выполняет коллективные задания, также предполагается выполнение практического задания. Для этого участники квеста помогают друг другу, общаются между собой, анализируют предложенную ситуацию. В ходе игры каждый участник имеет возможность опробировать себя в той или иной ситуации, почувствовать, так сказать, себя в конкретной деятельности. Каким образом проходит наш квест? Группа участников интерактивного квеста получает маршрутный лист у организатора, в котором указана общая задача для всех участников квеста. Участникам квеста зачитывается краткая инструкция и выдается программа. Следуя маршрутному листу участники активно выполняют предложенные задания тематической направленности на каждом этапе. Участники квеста погружаются в архитектурное зодчество города Томска. Участникам предлагается прочитать тексты об архитектуре города Томска и вставить в текст название дома из предложенных вариантов. В качестве второго задания предлагается собрать пазл «Фото дома по описанию». Цель этапа – систематизировать материал деревянного зодчества города Томска, извлекать необходимую информацию, понимать предложенные тексты на иностранном языке. Участники квеста читают письма иностранных туристов и их впечатления о посещении города Томска. Изучив письма, участники называют пять причин, по которым стоит посетить город Томск, приводят примеры и доказательства из писем. Цель этапа – выяснить, какие главные причины находят иностранные туристы для посещения нашего города. Игра «Правда или ложь?». Участники квеста по очереди выбирают карточку с категорией, на ней изображена фотография объекта Томской области и вопрос. Нужно ответить на вопрос «Правда или ложь?». После ответа прослушивается краткая информация об этом объекте. Цель этапа – выяснить, знают ли участники квеста о культурных памятниках Томской области. Изготовление селькубской куклы. Творческое задание. Участники квеста прослушивают информацию о традиционных оберегах народов Сибири, узнают значение символики украшения одежды и изготавливают селькубскую куклу Акань, используя заготовки для изготовления. Цель этапа – научиться изготавливать элементы традиционной культуры из подручных средств, уметь описывать получившиеся изделия на иностранном языке. Участники квеста систематизируют полученную информацию со всех этапов квеста и создают мини-проект о Томской области. Каждой команде выдается часть карты Томской области, пазл и подсказки, которые можно использовать при защите проекта. Цель этапа – систематизировать полученные знания о культурных объектах Томской области. На последнем этапе предложенного маршрута, используя подсказки, группа участников квеста готовит мини-проект «Мысли глобально, действуй локально», выбирается спикер группы и защищает проект. Интерактивный квест-игра как форма организации деятельности понятна и актуальна для старшеклассников. Квест проводится в игровой форме, что создает свободную и независимую коммуникативную среду, дает возможность каждому участнику проявить себя. Игра создает творческую атмосферу, благодаря которой участники квеста имеют возможность выявить и продемонстрировать свои скрытые таланты и способности. Выполняя различные задания, участникам необходимо принимать верные решения, делать правильные выводы, выполнять действия экологической направленности, что погружает их в культуру Томской области и помогает проникнуться к историческим и культурным объектам Томской области. Универсальность данной формы работы состоит в том, что она может быть использована в образовательной организации любого типа и вида. Количество ситуаций и содержание заданий ежегодно может меняться. Участие в интерактивном квесте позволяет участникам игры повысить интерес к историческому и культурному наследию Томской области, экологическому туризму. Участники квеста могут участвовать в разговоре об экологическом краеведении на иностранном языке, уметь обмениваться информацией, создавать и защищать мини-проекты. Наша квест-игра получает каждый год высокую оценку не только участниками квеста, учащимися 10-х и 11-х классов, но и педагогами города Томска и Томской области. Это видно из анкет и отзывов, которые нам оставляют участники квест-игры. Уважаемые коллеги, сегодня вы познакомились только с небольшим опытом работы нашей гимназии в данном направлении. Более подробно с опытом работы наших коллег вы можете ознакомиться как на сайте нашей гимназии, так и на сайте Межрегионального сетевого партнерства. Уважаемые коллеги, мы передаем эстафетную палочку школе номер 5 города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Спасибо за внимание.